Римская империя Власть римских императоров Вы узнаете о полномочиях римских императоров. Познакомитесь с периодом наивысшего могущества Римской империи и последними завоеваниями ее правителей. Полномочия римских императоров С 3 века император стал единоличным правителем государства. Его власть в стране никем и ничем не ограничивалась. Все органы власти римского государства подчинялись лично императору. Только он издавал законы в стране. Он был верховным главнокомандующим армией. Военачальники уже не могли действовать самостоятельно. Во все концы страны император назначал наместников, которые отчитывались по всем крупным денежным вопросам. Огромный аппарат чиновников контролировал всю жизнь в стране и следил за исполнением законов. Личность императора была священной и неприкосновенной. Оскорбительное высказывание об императоре считалось тяжким преступлением. На римских монетах стали изображать профиль императора. В каждом городе на центральной площади ставили его скульптурные изображения. Власть императора теперь передавалась по наследству сыновьям или близким родственникам. Но очень часто императоров провозглашали армия, сенат или они захватывали власть в результате гражданских войн. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Расцвет Римской империи Создание империи стало важным событием в истории Рима. Население радовалось завершению кровопролитных гражданских войн. Единая постоянная армия эффективно защищала границы империи. Через всю страну в разных направлениях протянулись прекрасные дороги. По ним могли быстро передвигаться армия и торговцы. Стабильная торговля приносила огромные прибыли. Сам император Август гордился установлением мира в стране. По этому случаю он приказал возвести алтарь мира. Богатства страны способствовали росту городов. Быстро росло население. Почти в каждом городе были построены общественные здания. Бани, акведуки, цирки, арены для боев гладиаторов. Но даже всесильные императоры нуждались в поддержке народа. Они всячески старались укрепить свой авторитет. Для этого в их распоряжении были огромные богатства империи. «Хлеба и зрелищ» звучало на улицах. Императоры регулярно проводили бесплатные раздачи хлеба для бедных. Устраивали различные общественные мероприятия. Так императоры Веспасиан и Тит построили колизей – огромную арену для боев гладиаторов и других общественных зрелищ. Каждый император стремился организовать самые пышные празднества. Символом роскоши и неограниченной власти императоров считался дворец императора Нерона – Золотой дом. Такое название он получил из-за огромного позолоченного купола. Золотой дом был сооружен после огромного пожара в Риме. Римляне считали, что Нерон сам поджег город. Они восстали и свергли императора. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Завоевание римских императоров При первых императорах значительно расширилась территория государства. Римские легионы установили границу империи в Европе по рекам Дунай и Рейн. На границе была построена система укреплений – Лимес. За Лимесом жили варвары. На долгое время вторжения варваров были остановлены. В Риме до сих пор возвышается колонна в честь побед одного из императоров – Трояна. Колонна была воздвигнута на форуме Трояна в 113 году в честь побед над Даками. Колонна выполнена из мрамора. Высота – 38 метров. Внутри находится винтовая лестница, ведущая к площадке вверху колонны. Вес сооружения – около 40 тонн. Ствол колонны 23 раза спирально огибает лента с рельефами, изображающими эпизоды войны Рима с Дакией. На колонне на барельефах изображено около 2500 человек. Они переданы так реалистично, что по ним можно изучать оружие, доспехи, костюмы римлян и даков того времени. Троян говорил, «Я хочу быть таким императором, какого бы я сам себе желал, если бы был подданным». А древний римский историк Тацит писал о годах правления Трояна как о годах редкого счастья, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает. Сенат провозгласил Трояна наилучшим императором. Символом римских побед стала огромная карта известного тогда мира – важное достижение римских географов. Она размещалась на стене одного из общественных зданий в Риме. Любой гражданин мог подойти к ней и убедиться в том, что его страна, как считалось, «господствует над всем миром». И действительно, Римская империя в это время располагалась на территории трех частей света – Европы, Азии и Африки. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Подведем итоги. Римские императоры сосредоточили в своих руках неограниченную власть. Стараясь укрепить свой авторитет, императоры проводили различные общественные зрелища. В период империи римское государство достигло наивысшего расцвета. Для качественного усвоения темы и закрепления знаний рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание. Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне.